Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной пост программы Акцент, я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем буквально о вопросах жизни и смерти, об онкозаболеваниях, о возможности их диагностики, о том, что такое генотип и генофонд, ну и о прочих довольно увлекательных вещах. Обеседуем мы с руководителем OpenLab экстремальной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Олегом Александровичем Гусевым, ведущим научным сотрудником этой лаборатории. Он много времени проводит в Японии, и если вы сейчас видели, в манерах это уже отражается, он очень вежливо поклонился, когда я его представлял. Спасибо, Олег Александрович, что нашли время зайти к нам, поговорить под телекамерой. Я знаю, что у вас тут сразу два научных мероприятия, одно закончилось, одно, по-моему, сегодня еще идет. Но сегодняшнего мы не будем касаться, а вот конгресс, который 20-21, по-моему, проходил в Казани, это третий ежегодный конгресс российского общества онкопатологов. На нем по традиции, ну он для этого и предназначен, да, это его миссия, собираются практикующие врачи, онкологи в разных направлениях медицинских, обсуждают проблемы диагностики, лечения и так далее. Вы не врач, но вы, тем не менее, выступили, с моей точки зрения, достаточно интересным, насколько я могу судить, как дилетант, докладом, который был посвящен проблемам генетической диагностики, и как вы сформулировали, там после точки стоял так трудности, очень деликатно. Давайте вот с этого и начнем. Если можно, ну, популярным языком, потому что нас смотрят в основном не специалисты, не онкологи, не генетики. А в чем трудности? Да, на самом деле, действительно, только что закончился конгресс онкопатологов, и у меня на самом деле было там даже два выступления. Вот как? Одно из них было посвящено прогрессу и первым результатам нашего всероссийского уже проекта по изучению мутаций наследственных, которые определяют склонность и предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Полтора года назад мы совместно с коллегами из Рикена заявили, что такой проект начат будет, и уже есть первые результаты, первые тысячи исследованных пациентов, и мы эти новости, эти последние данные сообщили вот практикующим врачам. Извините, уточнение, вы упомянули, что вы это делаете вместе с корпорацией или там с концерном Рикен японским, а исследование вот этих тысяч пациентов, это граждане Российской Федерации? Да, этот проект совместно с Японским институтом Рикена, где у Казанских университет есть лаборатория, и Япония уже прошла значительный путь. Я понял, мне было важно уточнить, что сбор данных был по нашим, по россиянам. Да, и полностью анализы проведены в нашей лаборатории. Японская сторона здесь выступает как помощником в дизайне и более опытный, скажем так, старший партнер. Я, может быть, об этом еще немножко дальше скажу, потому что исследуются немножко особенные части генома. И первая часть доклада была посвящена именно этому. В общем, проект идет очень интересный и такой, я бы сказал, краудфандинговый. Внезапно оказалось, что за полтора года работы нам удалось объединить врачей и исследователей, и с нами сотрудничают клинические заведения 21 региона России. 21. И, соответственно, это была такая некоторая у меня, в том числе, отчетная сессия, когда мы рассказали о наших первых результатах. А второй доклад, он как раз, как вы правильно указали, был связан с немножко другой тематикой, что я говорил о том, что обладая уникальными выборками и клиническими данными, и, скажем так, приближаясь к открытиям очень значимым, в том числе и на мировом, может быть, научном уровне, мы упираемся в очень интересные сложности, необычные сложности, что генетическое разнообразие нашей страны, вы знаете, что большая стран национальности у нас проживает, напрямую влияет на интерпретацию данных. То есть, этническое разнообразие нашей страны, да? Конечно. Мы живем в Татарстане, и 50% примерно, условно говоря, русских и, условно говоря, Татар живут в прекрасном месте. И, как оказывается, это оказывает огромное влияние. И отсутствие пока в нашей стране полноценной базы проанализированных здоровых людей, некое понятие генетической нормы, что ли, некоторые выборки того, что мы считаем нормальным, здоровым, накладывают очень большие сложности для интерпретации данных, получаемых от больных людей, от когорт, онкопациентов и людей с другими заболеваниями. Больных или предрасположенных? Скажем так, как происходит? То, что мы делаем, наверное, можно смело назвать трансляционным исследованием. Как это происходит? Сначала мы проводим базовые исследования, и на их основе уже разрабатываем диагностические подходы для широкого скрининга населения. И пока вот та выборка, на которую мы ориентируемся, это люди уже с онкологическими заболеваниями, и мы их используем как некоторые... Ну, не условно, используем, мы с их помощью, скажем так, это добровольная каждый раз работа. И на основе этих данных мы видим, какие у них были генетические особенности, которые, возможно, и привели к этому заболеванию. Год примерно назад вот в этой же студии у меня был Марат Гордиев, ваш коллега по лаборатории Елена Шагимар-Данова, да? Да. Елены Ильясовны, если быть точным. И как раз мы говорили о том поводом, или, как журналисты говорят, оперативным поводом для встреч послужило то, что выявилась некая особенность татарских женщин к вопросу об этническом разнообразии. Что у тех, кто, ну, как я понял, по вот этим вот стандартам получения данных, предрасположен, не предрасположен, болеет, не болеет, искали в одном месте генома. Все верно. А у них оказалась немножко в другом мутация, да, на другой части, и понадобилось сплошное секвенирование. Абсолютно правильно. А в вашем докладе, я вчера внимательно слушал то, что записала, кстати, Елена Ильясовна, слушала и смотрела, вы упомянули о некоем феномене братьев Чуваший. Что это такое? У них что-то там такое, что им рак не страшен? Очень интересная история, как говорится, так как разговор у нас с вами приватный, без распространения, поэтому с вами я обязательно поделюсь. Дело в том, что, да, год назад всего, не так давно, Елена и Марат, когда были здесь, это было некоторое начало, и вот буквально первые данные. И то, о чем они говорили, это о том, что, скажем так, у пациенток с татарским этносом, ну, условно говоря, настолько все перемешано на стороне, действительно не находятся самые частые, условно говоря, мутации, характерные для славянского населения. Это правда. Но за этот год работы, вот эта вот выборка уникальная, которая с помощью врачей со всей страны у нас формируется, выявила и совершенно новые, неизвестные мутации у онкопациентов, которые, вероятно, еще и вообще неизвестны в мире, и они имеют большое прогностическое значение. Вот. И, ну, такой очень уникальный пример, вот про Чуваши, это тоже наш консорциум врачебно-исследовательский вывел, на самом деле сигнал как раз поступил от Марата Гордеевича, он по ночам сидит, анализирует эти данные, увлеченные очень. Оказалось, очень интересный факт, что, условно говоря, есть мутация определенная, которая у западного населения, в общем-то, жителей всего мира, даже в гетерозиготном состоянии, это когда только одна часть из двух копий гена сломана, приводит к онкологическому заболеванию. И внезапно такие пациенты обнаружились в нашей выборке. То есть, ну, оказалось, одна уникальная особенность, что при наличии той же самой мутации, если во всем мире это приводит к развитию рака почки, то у наших пациентов в нашей выборке эта мутация вызывает рак молочной железы. И это было не самое удивительное. Самое удивительное оказалось, что данная мутация в обоих копиях генов, что для населения, в общем-то, других стран было бы абсолютно летальным, достаточно часто встречается у нас в стране в определенной популяции. Это так называемая чувашская мутация. И очень интересно, что у чувашей она никак не связана с онкологией. И очень интересное наблюдение, что вот эта вот опасная мутация очень часто встречается у пациентов чувашского происхождения. И у них, когда вот две копии гена сломана, это приводит к заболеванию, которое называется полицитоз, или это наличие слишком большого количества элитроцитов в крови. А когда только одна копия гена повреждена, это так называемое гетерозиготное состояние, то вообще никаких патологических проявлений не наблюдается. О чем это может говорить? Это может быть одна из основных гипотез, что у чувашей существует определенная особенность генома, которая, условно говоря, заглушает патологическое действие вот этой вот страшной мутации, которая приводит к онкологии как у русских, у татар, так и, в общем-то, у всего мира. Слушайте, получается, что какая-то мутация, которая сама по себе, ну, даже вот название какой-то негативный оттенок носит, да, а она что, помогает им блокировать развитие онкологии? Возможно. То есть вопрос интерпретации? Да, то есть мы знаем наличие патогенной мутации для всего мира, которая у них, условно говоря, плохого ничего не делает. Но что это может означать? Что есть еще какая-то дополнительная особенность в геноме, в другом, возможно, гене, которая, в общем-то, и заглушает плохое действие вот этой вот мутации. И здесь мы упираемся в очень непонятную всему миру проблему. У нас нет данных по геномике, по геному татарского населения, русского населения, чувашского населения. Вот это вот очень интересно, да, ну, не будучи специалистом, но будучи профессионально любопытным человеком, кое-что я все-таки посмотрю, почитываю. Насколько я понимаю, вот эти вот базы данных геномных, они в так называемых развитых странах мира и в развивающихся, в общем, уже тоже, они давным-давно созданы. То есть эти люди и власти этих государств, этих стран имеют достаточно полное представление о генотипе населяющих этих стран и граждан, да, жителей. И, помимо всего прочего, как я понимаю, это имеет достаточно большое прикладное значение, да, для врачей. Это возможность предотвратить что-то, профилактика каких-то заболеваний, более эффективное лечение, вот это вот, трансляционные, да, методы медицинские. Жалко, конечно, чтобы в свое время вместе с кибернетикой и генетикой, по-моему, попало под замес, да, во времена Иосифа Ильича Сталина. Но я-то бы вот думал, если бы сейчас у нас сохранилась советская система здравоохранения, то, наверное, все-таки на это первым делом обратил бы внимание Минздрав, и первым делом это бы финансировалось. Я правильно понимаю, что сейчас просто это не финансируется никем, это никому не интересно? Да, это несколько даже вот в вашем вопросе, маленьких вопросов, скажем так, прозвучало. Дело в том, что, знаете, есть ключевые слова, например, для медицинской генетики. И одно из ключевых слов для медицинской генетики – это частоты. Частоты. Дело в том, что мутации, которые приводят к заболеваниям патологическим, они должны очень редко встречаться в популяции. То есть не должно быть много вариантов, которые могут встретиться, плохих, да, и у человека появляется заболевание. Поэтому, как только мы видим кандидата на мутацию, там, у чуашей, там, у татар, на новую, условно говоря, патогенную мутацию, первый вопрос, который у нас возникает, а он редкий вообще в общей популяции? Если да, о, это дополнительный плюсик к тому, чтобы включить его в более пристальное внимание. А в нашей стране вообще нет баз данных, и любой вариант, который мы видим, мы не можем сказать, насколько часто он встречается в основной популяции. Баз данных нет. В то же время я читаю, я забиваю Google, там, неважно, да, и я вижу, что какие-то клиника или там центры, да, клиника или медико-генетические центры располагают так называемыми личными коллекциями. Это что такое? Да, это очень интересный феномен России, скажем так. Даже выступая с проектом по онкогеномике России, я говорю, что у нас создана уникальная выборка пациентов на уровне мировых стандартов, ничуть не кривят душой, от Японии мы не отстаем, и при этом мы не имеем... Я, по-вашему, извините, я перебиваю, я обратил внимание, вчера, когда вы выступали, да, вы отметили, что японцы попозже занялись, чем страны Запада, то есть, поэтому, может быть, мы не отстаем. Отстаем, да, да, все правильно. Вот, и по клинической выборке и интересности феноменов, в частности, которых я упомянул, мы совершенно не отстаем, благодаря в том числе и тому, что у нас федеральная система руководства здравоохранения, мы можем объединять разные медицинские центры, но мы совершенно отстаем в плане нормальной выборки, как делается в обычных странах, в Америке или в Японии. Сначала формируется большая база данных общая на страну, условно говоря, отражающая нормальные частоты, то есть, условно говоря, здоровые люди собираются, а потом уже клинические выборки получаются, например, больные наследственными онкологическими заболеваниями, больные наследственными заболеваниями сердца, и сравниваются с неким референсом. Так вот, у нас в стране референса нет. Что происходит? Есть ряд компаний, достаточно успешных, таких как Геномед, Генотек, Генетика, хорошие коллективы, которые оказывают услуги по секвенированию, расшифровке генома. Как это происходит? Если теряется последняя надежда или по каким-то своим мотивациям пациент хочет расшифровать геном, он за деньги это может сделать. 30 тысяч в среднем. Да. А семистоимость еще и месяц. Вы принимаете внимание, что это коммерческая составляющая. Но что происходит? Существуют некоторые международные базы данных, с которыми, соответственно, результаты каждого пациента и сравниваются. То есть, ну, в принципе, мы все люди, и, естественно... Извините, уточню, без учета этнических особенностей. Да. Тут дело в чем, что когда речь идет об известных мутациях, у нас, знаете, даже такой случай был в клинике, вот мы с врачами хорошо сработали, мы обнаружили новую мутацию, с которой пришлось разбираться. При наличии у пациента известных мутаций, которые кто-то там в Америке, в Англии, в Японии охарактеризовал и внес в международную базу данных, проблем нет. Проблема возникает, когда эта мутация, условно говоря, или кандидатная подозрительная мутация вообще не описана. А здесь единственное средство – это посмотреть, насколько она распространена вот там, где живет человек, в нашей стране. А таких данных нет. Так что такое личные коллекции все-таки? Да, это условное, конечно, название личной коллекции. Как происходит? Вот есть компания, которая занимается секвенированием. И к ней приходит на потоке много пациентов, кто-то по делу, кровь обычно, слюну, приходят с какими-то своими пожеланиями, страхами. И за деньги или бесплатно, может, по госпрограмме расшифровывают вот эту вот часть своего генома. Соответственно, ставится или не ставится диагноз, и у таких компаний или медицинских центров формируются вот эти свои базы данных из тех пациентов, которые к ним приходили. Но проблема в том, что это уже не нормальная выборка. Туда всегда приходят больные, условно говоря, судя по всему, раз они до туда дошли, с некоторым наличием, возможно, редкого генетического заболевания, их уже нельзя считать некой нормальной выборкой. Не та частотность. Да, смазанная частота. И поэтому это огромная проблема. Именно поэтому нужен базовый референсный геномный проект по всей России, с которым эти клинические выборки могут сравниваться. И поэтому так называемые условные, как я говорю, личные коллекции, в том числе у нас такая маленькая коллекция, формируется в университете, ни в коем случае не может выступать некоторым референсом. Если мы все их объединим и скажем, вот, у нас уже много этих самых геномов, экзомов, мы можем с ними сравнить, это будет некорректно. Насколько я понимаю, значит, ваша идея или дефикс, если угодно, состоит в том, чтобы, привлекая коллег, привлекая финансирование, откуда только возможно, создать вот эту вот всеобщую базу данных по Российской Федерации. 21 субъект, который упомянули, это, в общем, четвертая часть, грубо говоря, да, от количества субъектов РФ. И таким образом обладать уже полной картиной, на основе которой мы можем с большой степенью точности определять вот эти вот какие-то редкие, ну, назовем их упрощенно подозрительные мутации, которые могут привести. И, соответственно, следующий шаг, это уже практическое здравоохранение, это им помощь. Я правильно понимаю? Все правильно. Дело в том, что мы за ближайшие несколько лет планируем уже сделать всероссийскую выборку по, по крайней мере, наследственной онкологии. Это, условно говоря, клинический проект. Но то, что нужно делать, и то, что мы призываем, не знаю, страну, там, коллективы работающие, это создать некоторый геномный проект России нормальных геномов. У питерцев ведь есть, по-моему, какой-то проект. Конечно. Дело в том, что судьба вот как-то геномных проектов в нашей стране, она какая-то немножко грустная, потому что действительно в Петербурге идет проект, но их амбиции – это проанализировать некоторое этническое разнообразие. То есть они берут по чуть-чуть из каждого этноса, и их план – сделать тысячу геномов. Ну, для примера приведу вам пример, что в Англии реализуется проект уже 500 тысяч здоровых геномов и 150 тысяч клинических геномов. А мы что, тысячу? А мы, да, пока, насколько я знаю, это где-то порядка 200-300 геномов только сделано, и общей программы, в общем-то, нет. Частично что-то делают, например, в институте физико-химической медицины, я слышал, что вот частично туда переехал проект, планируемый по татарскому населению. Но это тоже маленькие выборки. Слушайте, это не медицинский уровень. Это какая-то вещь, которая, ну, многие вещи, конечно, не укладываются в голове, которые нас окружают. Но вот в данном случае, вот вы сказали «мы», мы пытаемся, мы пытаемся. Вот вы это кто? Это вот группа энтузиастов, попросту говоря, что ли? Это что такое? Ну, практика показывает, что, вот я говорю, это такой некоторый краудфандинговый проект, который объединяет лабораторию Казанского федерального университета, несколько институтов ФМБА в Москве, которые делают биоинформатическую часть, и наших клинических партнеров. Врачи-исследователи – это Казанский онкоцентр и представители 20 субъектов федерации. Если говорить о финансовой или об экономической составляющей проекта, которым вы занимаетесь, ну, дай бог, чтобы он все-таки был доведен до хорошего такого финального результата, сколько это будет стоить, по вашей оценке? Ну, опять же, как я говорил, что мы ведем, условно говоря, два проекта, и мы можем примерно оценить, сколько нам нужно для создания выборки наследственных онкозаболеваний, которые уже вкладывают в российское здравоохранение. Ведь клинические партнеры, они же не просто так все это делают, это же выстроенная цепь, когда они посылают свои образцы, получают результаты, доносят их до пациента. И здесь мы считаем, что необходимую на уровне страны выборку мы способны сделать за следующие 2-3 года, и на это нам нужно средства, сопоставимые со средним ФЦП. То есть это порядка 140-150 миллионов рублей. Рублей? Рублей. Слушайте, ну, вы уже несколько раз упомянули о краундфандинге, но мне кажется, прежде чем дождетесь бюджетного финансирования, Минздрав-то какое-то здесь участие, кроме того, что вот их клиницисты поставляют вам какие-то материалы, принимают участие, целевое финансирование, вот на этот? Нет, к сожалению, пока у нас этого нет, но нам отчасти, я считаю, значительно помогает наше правительство. Дело в том, что вы знаете, что при помощи непосредственно президента поддерживаются наши российско-японские проекты. Но практика показывает, что на... Извините, приходится уточнять, у нас пока еще два президента. Российская Республика Татарстан. Республика Татарстан. То есть президент Миниханов помогает. Да, президент Миниханов. Но главное, что мы как-то пытаемся, в том числе с помощью программы повышения конкурентной способности, двигаться. И еще раз говорю, когда мотивация есть у всех участников процесса, и когда врачи видят свой фидбэк, свою полезную обратную связь, они забесплатно делают как-то вскладчину, мы это все пытаемся делать. Но вот проект по расшифровке геномов здоровых россиян нам уже, конечно, не потянуть. И интересно, что ни в одной стране... Ну, я уж не буду это говорить, но казалось бы, что это очевидно. Ну, как можно недооценить важность, не знаю, расшифровки геномов там 10 тысяч россиян? Все страны, в принципе, это уже сделали, и более того, не предоставляют доступ всем желающим к основной части этих данных. Хорошее уточнение, к основной части. То есть есть часть, которая все-таки под грифом. Но вы будете очень удивлены, какая часть. Дело в том, что когда говорят об опасности каких-то там использования этих данных... Да-да-да, я как раз хочу задать этот вопрос сейчас. Ну, обычный страх, о котором часто говорят, это создание некоторого... Ну, давайте уж мы с вами в нашем как-то полушутейном разговоре... Биологического оружия. Биологического оружия. Ну, какими свойствами должно было это оружие? Ну, какой-то массовостью, видимо, правильно? Как ни странно. Выборочностью. По этнической, по расовой принадлежности. Вот мы говорили о чуваших. Я понимаю, что против чувашей создать будет оружие тяжелее, чем скажем. Онкологическое причем. Онкологическое оружие. Но удивительно, что практически все геномные проекты, ну, кроме экзотических типа катарского, у них там своя катарская философия, они секвенируют только катарцев, этнически чистых катарцев. На самом деле предоставляется доступ данным к ученым. Например, я, российский ученый, могу получить доступ к японскому мегабанку. Так вот, частые варианты, то есть характеризующие всех японцев, или, не знаю, там, всех чувашей, всех татар, они-то находятся в открытом доступе. Ну, не в открытом, я могу поучить. А не очевидный и непрямой, и непростой доступ к редким вариантам. Почему? Ну, здесь и зерно. Научный интерес. Это раз. Второе, это не этическая составляющая. Потому что, когда ты носитель, условно говоря, патогенной мутации, ну, есть разные этические аспекты и, в общем-то, научные. Видите, логика совершенно другая. Казалось бы, вот эти вот массовые, характеризующие целые нации и выборки варианты, да, пожалуйста, смотрите на них. Ну, да. Потому что, как ни странно, за границей никто серьезно не воспринимает возможность создания какого-то генетического оружия. Вот это некоторая особенность определенных групп, мнений. И, учитывая обстановку, да, ну, и, собственно говоря, вскользь, мы уже об этом заговорили, вот, есть открытая часть, есть закрытая часть, понятно, объясняется физическими моментами, объясняется научными интересами. С точки зрения безопасности, вот, чуть подробнее об этом. Соответствующие спецслужбы, на фоне вот этих рассказов, этих страшилок, что некий там АНБ, там ЦРУ, ну, и так далее, да, какие-то страшные люди из США, США у нас сейчас, они, мы, мы себя пугаем, у них там истерика по поводу того, что Россия все может вплоть до выборов, распространена довольно точка зрения, что некие противники, некие злоумышленники собирают вот эту вот базу данных геномных для того, чтобы потом ее использовать против населения России, вот, каким-то выборочным таким методом, грубо говоря, на нас раз кто-то напал, используя биологическое оружие, россияне, включая татар, Чуваший, Моритис, Фудмуртов и так далее, и так далее, там оказались беспомощными, повымирали, как минимум недееспособны, а на оккупантов это никак не действует, они хозяйничают. Эти страхи имеют под собой какую-то почву? Ну, мы не будем оперировать абсолютными значениями, я выражу свое личное мнение, как у ученого, на данный момент не существует, насколько мне известно, данных о потенциальной возможности создания некоторого такого оружия. Наоборот, ситуация в том, что мы в России имеем теоретический доступ к этим самым геномным данным, и мы можем сделать... А они к нашим нет, в силу того, что их нет. А их нет. Ну, и здесь вот это звучит смешно, но на самом деле ситуация-то парадоксальнее, что мы в России за обсуждениями своих вот этих вот страхов и каких-то потенциальных проблем сидим без данных о собственной своей стране. Но тот же бенефицарий от исследований наследственной геномики в России только россиянин. Не американец, не японец. И параллельно с этим происходят очень интересные вещи, что ежегодно за границу вывозят тысячи образцов клинических, в рамках клинических исследований, в рамках каких-то персональных анализов за границу. Никаких проблем получить в геномную базу. Кроме того, я вот немножко поинтересовался, и оказалось, что многие наши ученые активно сотрудничают в рамках международных консорциумов, и до недавнего времени это заключалось в том, что генетические данные или биологические образцы как-то в рамках консорциумов исследовались, и только по опубликованным данным, первый автор, я не знаю, американцы или японцы, мы уже можем набрать несколько тысяч геномов россиян, которые уже охарактеризованы, но не России. Да. Ну, в общем, что я хочу сказать в завершении. Во-первых, конечно, я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что пришли, и за беседу эту. И хочу сказать, что вот после всего, что вы рассказали, у меня вот сейчас такая мысль, думаю, ну, может быть, за границей нам поможет, может быть, благодаря им мы быстрее и наконец-то создадим собственную базу геномов, и лучше начнем понимать себя в буквальном смысле слова, вот на этом уровне, на генетическом. А что касается вашего проекта, ну, вот, опять же, не хотелось бы что-то преувеличивать там, или сгущать краски, но я могу только пожелать вам удачи и какого-то, я не знаю, покровительства свыше. Да, свыше. Хотя, хотя энтузиазм, на самом деле, очень много значит, но непонятно, когда вот этой проблемой проникнутся, как принято говорить, да, большие люди во власти. Можно сказать, что Владимир Владимирович Путин недавно дал поручение разработать большие геномные проекты России, и на самом деле технологически мы способны это сделать. Нужна маленькая воля, даже, может быть, не на уровне руководства нашей страны. А не страшит вас, что вот это вот поручение, как бы оно не привело к тому, что мы сделаем большую-большую-большую структуру, в которой бюрократия будет иметь все, а ученые... Есть опасения, но тот путь, к которому мы идем, и мы видим, что наш наследственный проект по онкогеномике оправдывает, мы формируем такую сеть по России хороших работающих групп. К счастью, их не так много, и у нас с ними выстраивают очень хорошие связи, и инфраструктурно, в общем-то, мы работаем вместе с коллегами, у нас все готово. И я думаю, что придет, наконец, тот день, я думаю, он достаточно скоро придет, потому что и ФАНО, и Минобор достаточно позитивно мыслит у них, есть интерес сделать что-нибудь хорошее. А ФАНО редко можно услышать такие слова. Да, ну вот у нас недавно была делегация ФАНО в Рикене, в том числе, и мы, в общем-то, как раз проект представляли, и, в общем-то, надеемся, что какие-то подвижки в этом плане будут, потому что что делать, понятно, как делать, понятно, а с того столько делать. Люди для того, чтобы это делать, есть, оборудование технологическое есть. В принципе, конечно. Но, как я говорю, что обычно гранты просят как? Пишут заявку и говорят, дайте денег, мы сделаем. А мы говорим, мы без денег сделали вот уже сколько. Представьте, что будет, если еще и будет дополнительная поддержка. И это, в принципе, работает. Да, применительно к онкозаболеваниям заразительный оптимизм. Если можно говорить в этом плане. Да, 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 довольно, конечно, зловещий каламбур. Ну, в каком-то смысле. Нет, ну, если серьезно, конечно, мы вот много с вами тут улыбались, пока общались. Но речь идет об очень серьезных вещах. Я еще раз просто хочу пожелать вам удачи, вот, научной, творческой, какой угодно. А телезрителям напомнить, что мы сегодня беседовали в этой студии с Олегом Александровичем Гусевым, ведущим научным сотрудником Open Lab экстремальной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Беседовали о жизни и смерти, по большому счету, о генотипе, о геномной базе россиян. То есть, о том, без чего вообще-то по-хорошему мы обходиться не должны. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.